На Гомельшине означать свято працы начали еще на при конце 19-го ста годзя, а первая массовая демонстрация отбылася в 1901 годзе. День интернационалу, день международной солидарности працованных – 1 май. Свято працы за опошние 100 годов имела разные назвы и традиции. Незменным заставалась оголовная – оборона права у працованных, подяка и повага за их профессийные досягнени. У расшистости с нагоды свято у Гомеля по традиции проходят в самом пригожем месте города. И завсёды супроводжаются добрым настроем. Подтримливают его на летней эстраде палацово-паркового ансамбля творчие коллективы и выканавцы. Организаторы святошной программы, специалисты областного объединения профсоюзов подрихтовали конкурсы и викторыны. И постарались, ака без уваги не застався никто. Сегодня в парке замечательная погода, много людей, хорошие аттракционы. Поэтому все семьями устремились сегодня сюда. Приятно видеть концерт, посвященный 1 маю. Веселые лица детей, окружающих. Для многих поколений у 1 мая неси у собой велизарный эмоциональный зарад, який, как и ранее, сдольный сгуртовать громадство. А яшиг – это символ веснового обновления. Всегда, 1 мая, люди собирались, просто чтобы друг другу сказать добрые слова, уважение, признательность. И мы сегодня, это уже традиция наша, вот здесь, на этой площадке, делаем хороший такой праздник для людей. Главное, что основа этого праздника – это все-таки человек труда. А от этого уже вся и атрибутика, и все, так сказать, торжества, и дань уважения людям труда. Главная умова для выражения любых проблем у громадствы – это солидарность. 1 мая застается святом, якое объединяет поколений. И оно дорыць настрой и упевненностью тем, что огольными намаганиями мы протягиваем будовать светлой нашу будущую и комфортным життем. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, Телерадиокомпания, Гомель.